Реклама Может быть вообще любой жанр Потому что мы смотрим от чего отталкиваться Если это какие-то политические Но это же может быть совершенно спокойно И девочке в трусах вот это все исполнить Вы имеете в виду вот этот из Оренбурга коллектив? Нет, нет, нет Я говорю о том, что в любом жанре Можно загреметь в состоянии подпольной группы Что для этого надо сделать? Ну я не знаю, что для этого надо сделать Кого им не оскорбить? Да, когов им не оскорбить, обидеть Я не знаю, специально провоцировать Вот например, есть ряд коллективов Причем я не могу сказать, что наших отечественных Которые наоборот живут тем, что они провоцируют ситуацию Я слежу за этим коллективом Они интересуются, что там у них нельзя То есть есть музыканты, которые живут в провокации А как бы коллективы имеют? Ну не важно А? Нет, я не про Ля Петрубецкого Нет, я тоже не про Ля Петрубецкого Да, вот И ты понимаешь, что это для многих часть профессии Ну, мне это как раз больше нравится Я вообще занимаюсь тем, чем занимаюсь Только лишь потому, что очень люблю музыку Ну то есть я прям меломан И мне очень нравится, когда история вокруг музыки Крутится вокруг музыки Вот, поэтому, например, я бесконечный поклонник группы Текилы Джаз и для меня, например, в этом году Два крупных события, я имею в виду музыкальных Причем, мне кажется, почему-то, что в этом году еще что-то произойдет Во-первых, у нас в этом году воссоединение группы Текилы Джаз И это событие, которое обсуждалось там мной, моими друзьями И вообще, вот тем облаком знакомых, которые вокруг тебя А вот все эти пять лет, все там А когда они блядят, Жень, ну когда, когда Дусер, а что им тогда нет? Вот, и вот это вот все, вот оно накапливалось, накапливалось Бамс И в этом же году, например, произошло восстановление группы Пятницы Я абсолютно убежден, что вот такие камбэки Это трудная ситуация для музыкантов Как бы музыканты не, там, ну, я не знаю, там, не готовили это Еще что-то, потому что всегда, если есть какое-то расставание Ну, значит, есть какая-то причина для этого И это процесс трудный Но есть время разбрасывать камни, есть собирать Вот в этом году уже два серьезных таких прям маяка О том, что давайте, давайте, давайте склеивать, собирать И это здорово Вот этот процесс мне значительно интересен, чем сидеть, разбираться Как можно, там, попасть в подполье, почему не в подполье Если захотят, я думаю, что и нас там будет прекрасно Мне-то кажется, вот, друзья, скажите Вот не кажется ли вам, что популярность рок-музыки в 80-х Ну, такая бешеная совершенно То есть это были вот все музыканты, они были там реально нюсмейкеры Она отчасти была замешана на запретности этого плода Вот, то, что называется социальный рок Вот у вас никогда не было, вот, несмотря на вашу любовь к ГБГ Кстати, «Аквариум» ведь тоже будет, да? Да Никогда ведь не было упора именно на тексты Вы всегда вот были, как правильно, собственно, было озвучено Вот в первую очередь музыкантами Или я ошибаюсь, или к текстам вы всегда... Ну, к текстам я очень серьезно У них нет вот такой провокативности Социалки нету никогда В последние годы, на первых двух альбомах она есть Вот Это была дань чему? Это была дань, в общем-то, моде и романтическому такому Романтической чистой идее об условном таком чагиваре Условном абсолютно Вот Мы обнаруживаем, что сейчас все эти наши романтические идеи Они из области чистых идей перешли в реальность Эта реальность наблюдается нами по телевидению, по радио Это все слышно и так далее Вот Что касается у вас предыдущего вопроса к Андрею Мне кажется, что вот именно провокативность и шутовство Это одна из частей этой профессии То есть не профессия, но, скажем, вот этого образа жизни Образа публичного поведения И для того, чтобы отрубить голову шуту в свои годы Или там заперечь его в темницу И запереть его в темницу Нужно было хотя бы, как минимум, чувство юмора Чтобы не было Это как минимум, а как максимум просто мудрость Потому что стами шута, как правило, говорит Молва народа Поэтому в условиях возможных каких-то запретов Конечно же роль рок-музыки Как такого агрессивного и, в общем-то, уличного искусства Она, конечно, возрастет И, может быть, будет ближе к тому, что было в 80-е годы Может быть, не настолько, но Вы считаете? Я уверен, что так будет Не политкорректно, но без злого умысла Иронично, но без сарказма Пристрастно, но по-честному Правда 24 и Евгений Додолев С понедельника по четверг в 19.30 На телеканале Москва 24 С понедельника по четверг в 19.30